Увы, но PlayStation VR 2 — полное говно. Это я сказал бы, если бы хотел лишний раз обзавестись респектом среди игрового комьюнити, которая с помощью мнений из интернета решила, что это устройство нафиг никому не нужно. Виртуальная реальность — это, к сожалению, даже на 2024 год не особо доступная и тем самым не особо популярная вещь. Многие ее называют говном, устройством, которое нафиг не нужно, и каждый раз отнякиваются от этой технологии с выражением «кому оно вообще надо?». При этом эти же люди почему-то писают кипятком от простых инди-игр в две кнопки. Ну а тут у каждого свое мнение, как говорится. Я лично попользовался данным аксессуаром уже как целый год, и хотел бы вам обо всем этом рассказать по правде, так как оно действительно есть. Сколько играл в эту штуку, какие эмоции она дает спустя время и так далее. Данный обзор будет самым базовым обзором про PlayStation VR, поэтому с вас обязательно, Лойс, подписка на канал, а еще не забудьте поставить чай. Спасибо. Мое знакомство с этой технологией случилось почти год назад, где я, не знав, что такое виртуальная реальность, даже скажу больше, не имея личного опыта и представления, пошел покупать шлем для плойки для обзора. Да, к сожалению, на консольном рынке только PlayStation имеет доступ к VR технологиям, ибо если бы это было бы на Xbox, я бы пошел покупать без задней мысли, и скорее всего это сделал бы в Технодеусе, в котором по моему промокоду JumboMax можно получить еще и скидку в 1000 рублей на игровые консоли. Эти ребята уже давно в сфере продаж, имеют очень большой ассортимент, а именно смартфоны, айфоны, консоли, портативные устройства и прочие гаджеты, а самое главное по приятным ценам. Помимо всего, у них есть доставка по всей России, шоурум в Москве, дают гарантию на целый год и в целом, что еще нужно? Поэтому, если вы хотели бы привезти что-то из техники, то заходите к ребятам из Технодеус по ссылке в описании и приобретайте все, что вам захочется. По правде скажу, покупал я это устройство сразу с планом B. Есть, вдруг оно окажется говном, как все говорят, ну попробую его продать, что же делать? Ибо на какой обзор не зайди, у кого не спроси из комментаторов, которые отзываются о нем не в положительном ключе, реально сложится впечатление, что это редкостное говно, которое нафиг никому не нужно. Что якобы это худший шлем, лучше купить квест второй, не говоря вам о заморочках с прошивкой и с прочими нюансами игры их воспроизведения, но не суть. Я привык жить простым правилам, доверяя лишь своим ощущениям, ибо в последнее время по очень многим вопросам в комментариях набрасывают ну такую херню, что ее лучше не считать. И при этом ее несут люди, которые даже не попользовались тем или иным устройством. Да, уже давным-давно стало популярным защищать или обсирать ту или иную консоль, которая даже не пользовалась, VR-ом уж подавно. В общем, вы наверное уже в курсе с того видоса, что я остался под впечатлением от всей этой технологии, шлем я все-таки оставил, мне он понравился, и иметь такое устройство дома я посчитал хорошим развлечением. Кстати, рекомендую глянуть и старые видосы, ибо я считаю свой обзор одним из обзоров на виртуальную реальность, который рассказан для тех, кто ни разу не пробовал, что это такое. А я уверен, что многие не пробовали. Ибо я заметил, что все остальные, кто делал на эту штуку обзоры, больше говорят, как будто все пробовали VR. И знают, что это такое, перечисляя в большинстве случаев характеристики как техноблогеры. Затрагивая герцовку, разрешение, еще что-нибудь, а не ощущение. Хотя в целом в этих устройствах ощущение и эмоции превыше других технологий, ибо вообще сложно бесить VR, даже показывая фрагменты из игры. Но несмотря на то, что шлем мне понравился, я хотел бы рассказать и о негативных сторонах. Не скажу, что они на меня как-то прям сильно повлияли, но они есть, и в целом это действительно проблемы, из-за которых данную технологию не особо любят. Первая проблема – это первое знакомство, которое может дать вам негативный осадок на всю дальнейшую жизнь от этой технологии. Дело в том, что виртуальная реальность – штука непростая. Она вас при помощи трехмерного пространства, по ощущениям, действительно приносит другой мир, несмотря на то, что в целом ты все равно стоишь или сидишь в своей комнате. Но путем обманов звуки, в изображения, мозг думает, что ты действительно где-то там. В этом моменте, особенно когда ты в игре начинаешь передвигаться, мозг не понимает, почему ты, по сути, стоишь на месте, но где-то ты идешь. И за счет этого вы ловите себе тошнотики. Поверьте мне, даже если вы там супер-мега-боец, атлет и готовый хоть в космос полететь, без привычки, даже со всеми технологиями во втором шлеме от Sony, которые снижают риск этого ощущения, вы все равно можете поймать вот это вот укачивание. Если технически углубляться, там просто не особо инновационные линзы, поэтому так и все и происходит, ибо в пике 4 там такого вообще нет, но такая побочка, это та побочка, к которой вы просто можете привыкнуть, вот и все. По самом деле, так случилось у моего кореша Виджил, который приезжал ко мне до нового года буквально на пару дней, чтобы потестить VR, и несмотря на то, что у него с вестибуляркой все хорошо, ему было немножко фигово. Ну а когда тебе фигово, ты не особо желаешь дальше в это играть. Я тоже ловил тошноту на первых порах, мой мозг тоже не понимал, где я, чего я, но я привык буквально за пару недель до такой степени, что дискомфорта я не чувствую вообще. Но я все равно потею, я все равно устаю от VR, и за счет этого ты не поиграешь весь день. Максимум, на что меня хватило, так это, наверное, часа на 3, но оно того стоит. Второй нюанс, о котором многие говорят, но на мой взгляд не совсем верно, это то, что данный аппарат большое количество времени будет у вас лежать без дела, а-ля пылица. Это большая правда, и она касается, скорее всего, просто банальной усталости после работы. Приходя с работы, максимум, что ты захочешь сделать, так это взять геймпад и потыкать кнопочки перед монитором, чтобы одеть шлем, попрыгать, повертеться и побегать будет, ну, это делать не каждый. Но при этом у меня не повернется язык сказать, что это устройство говно, и вы не захотите в него поиграть. Захотите, но для этого вам нужны будут просто новые игры, которые стоят денег. Да, их, кстати, не прям уж мало, как говорят, и каждый может найти все на свой вкус. И даже в какой-нибудь мини-игрушке, по типу симулятора бармена, можно просидеть нормально так времени, ибо куча миссий и так далее. Что, кстати, касаемо игр и впечатлений. Тут тоже есть некий осадочек, и дело в том, что когда я только-только себе приобрел шлем, я приобрел себе самые топовые игры, что касаемо VR. Да, на плойке нету Алекса, это минус, я знаю, что это самая лучшая игра для VR, но у меня был Павлов, Синапс, Резик Виллыш, Хорайзен и так далее. В общем, топ игр для VR 2 у меня все-таки был, и они мне поставили очень высокую планку знакомства с остальными проектами. И когда вышел тот самый эксклюзивный шутер для VR от Sony, вышло еще пару игр, честно сказать, эмоции были уже не такие яркие. Не так много интерактивчика, не так много технологий, которые хорошо используются. Это, знаете, наверное, ровно такое же чувство, когда после Fallout 4 вышел Fallout 76, и ты такой думаешь, блин, что за фигня. В общем, чувство, как будто схалтурили, не сделали так, как могли, не сделали лучше. Или, знаете, когда ты там, например, поиграл в Cyberpunk, в RDR 2, в GTA 5, и спрашиваешь, а есть ли что-то подобное? Да, тебе могут перечислить что-то старое, типа Watch Dogs, но это уже не такое офигенное, и ты начинаешь ждать такие же игры. Вот здесь получается то же самое. Объясню чуть подробнее. VR хорош тем, что так или иначе ты с виртуальным миром взаимодействуешь. Что-то берешь, что-то подзаряжаешь, что-то вертишь, смотришь. И чем больше интерактива, тем больше впечатлений. Например, в синапсе, что вы понимали, можно просто выбирать глазами, тебе не нужно даже наводиться на предмет. Ты просто смотришь на него и поднимаешь рукой с помощью террикенеза. В Павлове ты должен знать практически каждое оружие для того, чтобы понять, где щелкнуть затвор, вынуть айбоймов. И чем больше движения, тем больше у тебя эффекта вау. Типа в том же Walking Dead у тебя вообще сзади висит рюкзак, где ты должен взять аптечку, замотать руку при снижении здоровья. После всего этого ты, например, покупаешь игру эксклюзивную для Sony, и ты понимаешь, что подзарядка оружия выполняется кнопкой. Одним нажатием кнопки. И такое вот перечеркивает все. Ибо ты ждешь еще больше механик, интересных задумок. Но тебе Sony в эксклюзивной игре в VR предлагает просто нажать кнопку и посмотреть. Это реально плохо. Это реально минус то, когда еще ты знаешь, что в других играх это реализовано куда лучше. И если ты при знакомстве сталкиваешься с такими играми, реально можно сказать, что VR 2 говно. И что Sony на него забила. Это ровно так же, когда ты заходишь в новый Payday 3 и понимаешь, что разрабам даже было впадло сделать анимации чего-либо. И здесь в VR, когда у вас тоже минусует некий интерактив, ну реально обидно. В том же резике 4. Если же от виллджа ты пищишь как девочка от того, что тебя берет большая бабеха с большими сиськами на ручке, и тебя в эту атмосферу еще погружает при помощи игры, выполненные только от первого лица, то в резике 4, извините, но мы будем лишать вас этого чувства, ибо будет тебе показан дофига косен, вид от третьего лица, который напрочь убивает ощущения VR. И играть становится намного скучнее, неприятнее, некайфовее. И ощущается это просто как действительно какой-то мод. Но о чем речь есть, когда ты делаешь добивание, ты не делаешь его сам. Ты просто смотришь на руки, они сами собой шевелятся, или когда ты делаешь вертушку, тебе просто показывают третье лицо. Да господи, лучше ее уберите нахрен. Но тут опять же не проблема в самой технологии, а в разрабах, которые, как и в других играх, пытаются все это упростить. Чтобы просто не делать больше работы. Я лично из-за этого не покупал заново резик 4 на плойке, и не куплю, ибо демка мне все прекрасно показала, что такое заново покупать, ну просто не стоит. Это халтура. Но так или иначе, игр, в которых можно провисеть, там достаточно. Что касаемо провода. Он не особо мешает, контроллеры также работают хорошо. Что касаемо адаптивных курков, это вообще лучше, что есть в контроллерах, и это очень классное погружение, тогда когда ты особенно стреляешь. Также чувствуется вибрация, что погружает тебя во весь этот мир. И при помощи всех этих фиш тебе действительно не покидает ощущение, что ты как будто в другом мире. Что касаемо вообще общей концепции о том, что там VR с проводами и тому подобное. Честно говоря, да, есть на рынке варианты получше, но это никак не смущает, и самое главное, это опять же консольная тема. Ты воткнул этот один провод, тебе не надо ничего прошивать, тебе по сути не нужно ровным счетом ничего. Ты просто воткнул, скачал игру и играешь. Все классно, офигенно. Потому что если вы начнете разбираться с точки зрения других виртуальных шлемов, тот же Quest 2, Quest 3, Piku и так далее, там тоже нужно немножко повозиться, и это не так все просто. Поэтому честно не очень понимаю комментаторов, которые там говорят, что вот лучше купить Quest 2 и будет вам счастье. Да, там будет больше игры, вы сможете играть еще и с ПК и так далее. Но опять же, если вы консольщик, PlayStation VR 2 это супер-мега-классная фича, которой по сути нету на Xbox, а я очень жаль. В остальном, спустя год, я еще раз хочу подтвердить, что виртуальная реальность это очень крутая технология для игр, которая, к сожалению, просто не воспринимается в сети как нечто крутое. Но как по мне, это происходит из-за нескольких факторов. Первое, это дорого, второе, это не было опыта. Ибо продать VR и объяснить даже человеку, играющему в обычные игры, что тут и как происходит, нереально. Я могу тысячу раз объяснять, как это здорово, что вы словно переноситесь в другую вселенную, что это совершенно новый и самый главный офигенный опыт в играх, но вы меня никогда не поймете до тех пор, пока не попробуете сами. И даже, чтобы распробовать VR, вам нужно около недели, ибо пока вы поймете, как и что делать в игре, пока вы передохнете, ибо первые разы вам будет действительно фигово. И вы не сможете раз за разом распробовать все классные игры, вам будет действительно казаться, что это такое себе. Но после того, как вы все это распробуете и найдете ту игру, которая вам зайдет, вы будете удивлены от того, как ошибаются люди вокруг, говоря, что виртуальная реальность это говно. После знакомства с этой технологией, честно говоря, я до сих пор немного в недоумении на Microsoft, почему они не хотят предоставлять своим игрокам действительное разнообразие. Новый опыт от игр. Можно даже не придумать что-то свое, отдать коллаборацию с тем же квестом или пико. Ну, почему бы и нет. Просто честно, иногда стою в шоке, что когда люди получают какую-нибудь инди, которая сделана на коленке, но она далась вам за так, за подписку, люди в восторге. Они из-за разнообразия, из-за мультяшный стиль. Ну, реально им вкатывают вот это все. Но на те же игры виртуальной реальности они почему-то смотрят как на говно. Простой пример, ну вот Overcookie 2. Это типа прикольная игра, ну, она действительно прикольная, да, там, не знаю, все пищат от Coffee Talk. А вот якобы симулятор бармена, где тебе в реале приходится мешать все это и раздавать заказы руками, это якобы, ну, такое себе. Или, там, не знаю, недавний Juicent. Многим он понравился, в том числе и мне. Прикольная тема, где у вас там каждая кнопка это ваша рука, и вы там забираетесь на гору. Но в то же время много кто абоссывает Horizon, в котором эта тема реализована скалолазание при помощи VR. Ну, я реально не понимаю, и сразу возникает обида, что какие-то действительно инновационные вещи тупо в сети не понимают. А потом эти технологии умирают, ибо даже не возникает желания попробовать, когда все говорят, что это говно. Это знаете, как было с Кинектом вторым. Сначала все такие, да блин, да нафиг он нужен, да это херня, это говно. А потом через пару лет всплывает информация, когда уже Кинект сдох, и вы перестали поддерживать, типа, блин, а вот помните эту технологию, такая классная была, жаль, что Microsoft не делает Кинект 3. Просто проблема в том, что комьюнити это сначала обсирает, не покупает, не пробует, а потом ноет, что это умирает. Опять же, проблема в том, что это не так доступно по ценнику, это реально дорого. Ну, считайте, блин, шлем, по-моему, стоит до сих пор где-то около 50 тысяч рублей. И опять же, все это нужно попробовать, ибо какие трейлеры ты бы не сделал, как бы ты об этом не рассказывал, VR нужно пробовать, иначе просто непонятно, сколько это клевое. В то же время, я не говорю, что это какая-то маская фич, которая нужна абсолютно каждому. Нет, это не так. Но если вы хотите попробовать что-то новое, необыкновенное, и вы устали от привычного гейминга на диване, и тем более, если у вас игровая потенция, эта штука развлечет вас капец как. Я лично не так часто в него играю, но если меня позвать поиграть в тот же Павлов, в Crossfire, или выйдет еще какая-нибудь прикольная игра, я с удовольствием. Ибо этот опыт от игры, он просто ни с чем не сравнится. Конечно, очень жаль, что на моем канале не заходят VR-стримы, ибо люди недопонимают через плоский экран, что происходит, но такова реальность. Для меня VR стал просто нереально классным аттракционом, когда я заколебался от простых игр. Это не портативка, это не диванный гейминг, это то, что заставляет тебя подвигаться и ощутить тебя совершенно в другом мире. Для меня лично все еще в топе остался Павлов, Resig Village, классный битсейбер, в котором реально можно запотеть. Классный Horizon, Synapse, офигенный Crossfire, конечно, он после Павлова ощущается более проще, но он более аркадный и дает больше эмоций от количества мобов, которых вы фигарите, как в колде. За целый год, честно говоря, я ни разу не пожалел, что оставил себе это устройство, поскольку эмоции, которые он дает, даже спустя год, несравнимы ни с одной обычной игрой. Это совершенно другое. Да, в то же время нету тех самых первых эмоций, просто офигеть, вау и так далее, но так или иначе уже идет эмоция от каких-то фишек с самой игры, от разного исполнения и так далее. И несмотря на то, что это устройство дорогое, нечасто используемое, я вам настоятельно рекомендую хотя бы у знакомых, друзей, в каком-нибудь там, не знаю, игровом клубе просто это попробовать. Потому что, опять же, многие думают, что это не особо надо, потому что не представляют, что это и как. Плюс, опять же, это дорого. Но за хорошее разрешение, к сожалению, приходится платить. Поэтому, еще раз, просто попробуйте. И вы, вероятнее всего, поменяйте мнение и представление о том, что такое виртуальная реальность. На этом, в принципе, все. Большое спасибо вам за просмотр. Если вам видеоролик понравился, обязательно прожимайте лайкусик, подписывайтесь на канал, пишите свое мнение, если вдруг вам удалось попробовать данную штуковину. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok